Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем сегодня такой марафон на Радио Болтком, много эфиров и вот логичное продолжение программы «Вопрос с пристрастием». В студии Оксана Антоненко и Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А в гостях у нас сегодня Юрий Петропавловский, один из лидеров Русского Союза Латвиздера. Супредседатель Русского Союза, если позволить выточнить. Давайте начнем с новости о том, что вы планируете провести пикет за мир, который пройдет около здания Латвийской национальной библиотеки в пятницу во время главного дня саммита Восточного партнерства. Почему решили собраться? Ну, если совсем точно, это не пикет, а митинг. Разница в том, что мы заявили использование звукоусиливающей аппаратуры, а на пикетах горечие, выступления и так далее. Они просто, если не заказали, значит не заказали. Можете помолчать и подержать что-нибудь. То есть вы будете говорить? Да, мы будем говорить, и там будут говорить не только организаторы, естественно, заявитель пикета депутата Европарламента и также сопредседатель партии Русский Союз Латвии Татьяна Жданок. Я ее, как бы, так сказать, и помощник по Европарламенту и коллега как сопредседатель. Один из трех сопредседателей. Мирослав Митрофанов. Ну, и мы, естественно, мы предоставим возможность высказаться людям, которые уже заявили о своем участии из Венспилса, из Даугавпилса, из Елгова, из Резекна и так далее. Но цель, конечно, как вы понимаете, в основном не поговорить между собой, потому что мы не слишком рассчитываем на то, что мы будем услышаны сквозь очень толстые, подозреваю, пуленепробиваемые стекла национальной библиотеки. А что вы тогда планируете? Какую цель ставится перед собой? Главная цель – это уникальная возможность вследствие того, что Латвия пока еще председательствует в Совете Европейского Союза, извините, точное название этой организации. И именно поэтому на нашей территории, у нас здесь дома, уникальный случай, будут все лидеры, президенты, пока еще точно неизвестно, возможно, премьер-министр, во всяком случае, первые лица, скажем так, репрезентативной президентской власти, это где как, и исполнительной власти, также представители парламентов, также Еврокомиссии. Это уникальный случай сообщить всем этим дамам и господам, которые упоенно играют сейчас вообще в подготовку к глобальному столкновению Евросоюза и России. Не слишком ли, на ваш взгляд, такое сильное определение? Вадим, если позволите, я сейчас закончу, а потом я объясню, почему я утверждаю это так. Так вот, это уникальный случай, когда они все кучи здесь соберутся высказать им, что есть проблемы в Евросоюзе, не все готовы стать атомным шашлыком. Почему атомным шашлыком? Потому что, видите ли, вот я не случайно взял эту книжку, которую тоненькая, 97-го года, издание «Избегнев-Жизинский», «Великая шахматная доска». Вы знаете, прискорбно я много раз убеждался, что куча политологов, журналистов, докторов философии, политологии, политиков и депутатов, они слыхали, но мало кто читал. То есть на карте номер 7, подчеркивая, 97-го года изображено все, что ныне произошло с Украиной. То есть цель Соединенных Штатов была намечена, цитирую близко к тексту, чтобы не читать дословно, изъять Украину до 2015 года, сейчас у нас 2015 год, из сферы влияния России с целью, а, двуединой, вытеснить Россию в Азию. Эту фразу многие помнят, потому что без Украины, писал Бжизинский очень давно, Россия перестает быть евразийской державой и становится максимум азиатской империи. И второе, что самое забавное, это тремя страницами раньше, цитирую, непрерывное расширение Евросоюза имеет одной из целей недопущения доминирования Германии в Центральной Европе. То есть Франция блокирует Германию, Польша висит на Франции и Германии, Украина висит на них всех. И вот эта стратегия, конфронтационная стратегия, которая, правда, самим Бжизинским сейчас, ну, уже так бы признается, не совсем удачной. И в своей последней книге «Стратегический выбор 2012 года» он говорил о другом. Он говорил о том, что эта стратегия не состоялась и необходимо включить на условиях подчинения российской элиты Россию в сферу интересов Запада. И цитирую, опять же, близко к тексту, грубо говоря, чтобы флаг России, развивающийся на берегах Тихого океана в порту Владивосток, был флагом западной цивилизации. То есть Бигнев-Гжизинский очень умный, очень образованный, практический политик, напоминаю, он на ринге политическом уже 40, по-моему, лет. Даже больше. Даже больше он был советником по безопасности президента Картера, это было давно, это были времена, простите, Афганистана, один из авторов втягивания Советского Союза в Афганскую войну, но до того он уже был и профессором, и доктором, и так далее. Но дело, беда в том, что однажды запущенные механизмы, и это каждый день вижу по работе Европарламента, 10 лет уже как, они имеют страшную инерцию. То есть, когда запущен именно конфронтационный сценарий, потом проходят выборы, приходят новые люди, сидят руководители, вот 5000 сертифицированных, лицензированных сотрудников только Европейской комиссии. Они не будут вникать, что там, какие перемены произошли, у них, грубо говоря, есть план, я не шучу, оставленный им предшественниками, к исполнению. И вот то, что происходит сейчас, упирается в простую вещь, комбинация расширения ЕС в том стиле, в котором она произошла, в комбинации стратегии американской глобального, так называемого, быстрого удала, Global Prompt Strike, я думаю, вы знаете об этом, которая была, как сказать, не декларирована, она была включена в планы работы администрации, американской администрации, еще Бушем старше. Но вы каким образом планируете достучаться? Вы сами сказали о том, что толстые стены, пуленепробиваемые стекла, и вряд ли вас увидят. Как вас услышат? Как вас смогут услышать? Эти пресс-конференции в это время как раз проходят, поэтому, когда мы подали заявку с 8 до 16, до момента завершения работы саммита по восточному партнерству, это был один формат, когда нам предложила Рижская дума исполнительная дирекция и, скажем так, предложение полиции разойтись со вторыми заявителями, это Конгресс украинцев, так называемых украинцев, ну там 5 украинцев есть, да, видел сам лично, своими глазами. Так вот, они получили время с 8 до 11, затем 2 часа интервал, чтобы не допустить встречи, скажем, тех, кто вроде бы собирается с утра выразить поддержку договора об ассоциации Украины и ЕС. Это их личное, кстати говоря, дело ради бога. Если украинцы хотят открывать свои рынки с известными уже статистически экономическими последствиями, они вольны делать что угодно. Мы не против, да. Мы через 2 часа, именно во время пресс-конференции, на какой-то море прессы, рассчитываем, что пресса нас услышит. То есть кто-то вас заметит. Кто-то нас увидит и услышит. Ну хорошо, да, допустим, пресса вас услышит. Но вы же сами говорите, у европейцев есть план, и вот они его сейчас придерживаются. У американцев есть план, и они его сейчас придерживаются. Ну толку-то от того, что они вас услышат. У них же все равно свои планы есть. Вы знаете, давайте называть вещи своими именами. Я не водитель трамвая, и Татьяна Жданок тоже не официантка, скажем, в ресторане. Это только один из аспектов борьбы. Борьбы против угрозы глобального столкновения Европейский Союз Россия. Уже есть 13 подписей депутатов из 5 всех ведущих фракций об инициировании слушаний в Европейском парламенте. А. По принуждению администрации президента Порошенко к расследованию и преступлению, совершенных в Майдане. То есть как бы неизвестно кем. Помните, все снайперы и так далее. Чьи снайперы, кто снайперы. И преступление, убийство 2 мая 2014 года в Одессе. И также у нас есть резолюция на вашего свезда Европейского свободного альянса, партии, объединяющие как-никак 45 партий, 17 уже стран Европейского Союза. Каталонцы, правящие в Каталонии, шотландцы, правящие в Шотландии, победившие на своей территории абсолютно на последних выборах на британских парламентах. То есть это далеко не маргиналы. Эти люди с нами. Но нужна подача. То есть если вот Юрий Петропавловский, Татьяна Жданок, еще там 10, 20, 30 профессиональных политиков говорят, мы считаем, есть угроза военного столкновения с Россией, то это кулуарная политика. И для того, чтобы об этом заявить, вы выбрали именно саммит Восточного партнерства в Риге, Национальную библиотеку, пресс-конференцию? — Естественно. Потому что, а куда же, простите, я-то могу завтра в Брюсселе быть? А из Брюсселя я часто, бывает, лечу в Барселону, а из Барселоны я лечу в Амстердам, а из Амстердама на скоростном поезде я еду в Париж. Но, простите, сколько в Латвии людей имеют возможность, в отличие от меня или Татьяны Жданок, вот так вот, почти лицом к лицу, увидеть, ну, хотя бы даже международную прессу влиять. Ну, это Элеграф, The Guardian, CNN, CNBS и так далее, и так далее. То есть, это уникальная возможность не для нас, понимаете? У нас этой возможности я каждый день имею. Десять лет уже. — Но меня это грешило. — Да, об этом поговорим сразу после новостей и рекламы. Время новостей не переключать. — Вы слушаете Радио Болткома. — Мы продолжаем в эфире программы «Вопрос с пристрастием» в студии Аксана Антоненко. — И Вадим Родионов. — А в гостях у нас председатель Русского Союза Латвии Юрий Петропавловский. Еще раз здравствуйте. — Здравствуйте. Еще раз. — Телефон от прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь, также пишите в видеочате на портале mixus.v. — Вот, кстати, сообщение из видеочата. Не считаете ли вы, что «Великая шахматная доска» является очень сильно программирующей литературой? Те, кто ее читает, программируются на какой-то конкретный план, образец самовнушения. — Видите, дело в том, что мне лично «Великая шахматная доска» ну как бы давно уже совершенно не нужна, потому что я работаю каждый день. Повторяю, 10 лет пошел 11-й год вот с того момента, когда часть граждан Латвии снова нам с Татьяной Жданок и еще моим коллегам там целый штат депутатов доверили и поручили представлять их интересы. Подчеркиваю, и депутаты, и его помощники работают не на какое-то государство вообще, да, на правящую коалицию государства работает уполномоченное правительство в Совете Европы. Мы представляем конкретно каждые депутаты и его помощники в Европарламенте тех, кто за них голосовал. Так вот, за эти 11-й уже год я, поверьте, изучил очень и очень неплохо и даже лучше новоприбывших депутатов, которые ранее не работали в Европарламенте, и намного лучше. Все структуры, так сказать, ходы, выходы, цели, истории, что очень важно. Работа Еврокомиссии вот с этими ее пятью тысячами, только сертифицированной чиновой, пятью-пятью тысячами сотрудников в целом, включая технический штат. То есть, это просто факт. Печально, но та же самая госпожа Меркель, для немцев печально. Например, она очень хорошо сейчас работает фактически не в интересах Германии, хотя, наверное, я уверен, она считает. А в интересах кого? Она реализует вот эту стратегию, понимаете, Низбигнев-Бжезинский ее придумал, потому что на момент написания и публикации он был профессором уже, а не помощником по государственной безопасности, по национальной безопасности, простите. Кроме того, мало быть помощником бывшим по национальной безопасности, например, может быть, вы слышали такое имя Патрик Бьюкинен. Это бывший помощник по национальной безопасности двух президентов США, Ричарда Никсона и Рональда Рейгена. Он сегодня на своем сайте, в изданиях American Conservative, American Interest, он каждую неделю публикует высказывания по его контрпозиции, которые, скажем, превзывают как раз к прекращению конфронтации. Он поддерживает консервативный тренд России, он поддерживает вообще российскую политику. Но понимаете дело в чем? Он дважды помощник по национальной безопасности, но влияние этой стратегии сегодня в Европейском парламенте, скажем, вот мы примыкаем к тренду, да, то есть Европейский свободный альянс. В известной степени не ужасайтесь, Марин Лепен с ее национальным фронтом, между нами есть глубокие противоречия, но консервативные силы Европы, я подчеркиваю, консервативные, да, они категорически против и они делают все, чтобы противодействовать дальнейшему столкновению. То есть консервативные силы Европы это те, кто поддерживает. То есть это партии мира получается такая достаточно парадоксальная? Ну да, да. Почему парадоксальная? Понимаете, дело в том... Они ястребы в риторике, в каких-то заявлениях. Спустите, какие ястребы? Вы знаете, я ежедневно слежу за эволюцией партии национального фронта, и если ее папа, папа по-французски, да, он был ястребом, несомненно... С папой они поссорились. Да, вот в том-то и дело. Вы заметили почему. Марин Лепен успешно провела последние туры муниципальных, ну там двух уровней, если, как сказать, наша радиосусть, надеюсь, заметили. Там были на уровне департаментов выборы и на уровне муниципалитетов, то есть как у нас, ну, думские выборы. Так вот она хорошо их блестяще провела, в 60 раз подняв представительство национального фронта за счет того, что если вы посмотрите ролики национального фронта, точно так же, как ролики СНП, нашей Scottish National Party, шотландской национальной партии. У нее 10% активистов, это арабы, негры, в русском языке негр, кстати, абсолютно никаких негативных коннотаций, в отличие от черной, не имеет. Я думаю, наша радиослуша и сами вспомнит много слов, начинается сильно черно, да, поэтому негры. Это арабы, это турки, и вы знаете почему? Потому что есть парадоксальная вещь, описанная еще одним специалистом по практической политике, ныне покойным Сэмюэла Хантингтоном. Чем больше в страну прибывает иммигрантов, тем меньше они заинтересованы в прибытии новых волн иммигрантов. Догадываетесь, почему? Потому что вторые иммигранты не хотят, чтобы приезжали новые, это достаточно логично, они защищают свои ниши. Поэтому у нее 10% сторонников, и по оценкам французской прессы 15-18% избирателей, это не европейцы, и на наш взгляд, как бы не этнические французы, граждане Латвии. Вы простите, Франции, да? Поэтому насчет ястребизма я бы воздержался сильно, но партия мира логична, потому что не в интересах сохранения Европы, как Европы, отклоняться от курса, провозглашенного в сентябре 1959 года в Страсбурге при официальном, так сказать, запуске проекта «Союза угля и стали», созданного генералом Деголем и канцлером Конрадом Аденауэром. Деголь сказал знаменитую фразу, которую часто перевирают «Европа от Лиссабона до Урала». Там не было Лиссабона, там вообще «Фронт Атлантикс» на английском, от Атлантики до Урала. Но поскольку на Урале, как вы знаете, Россия кончится, ну никак не может, поэтому мы поддерживаем слоган... От Лиссабона до Владивостока. Потому что Россия, она не может быть ампутирована. Это тренд европейской политики, противостоящий, о чем опять пишет Збигнев-Бжузинский. Времени нет, а то могу зачитать. Давайте я назову телефонописного эфира. О задачах империи не допускать сговора вассалов и восстания варваров. Збигнев-Бжузинский, великая шахматная доска. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы Юрию Петропавловскому, он гость нашей студии сегодня. Ну хорошо, что касается Латвии как страны-председателя в ЕС. Тут была история, что Латвия опозорилась, по словам депутата Европарламента Андрея Мамыкина, потому что представители нашей страны не приняли участия в дебатах по поводу Венгрии. Как вы вообще оцениваете вот этот прошедший полгода? Председательство Латвии? Оправдалось себя. Как сказать? Дело в том, что это ведь ротация всего-навсего. То есть любая страна... Может, все равно, вот есть возможность себя показать. Есть возможность что-то сделать. Вот Латвия, на ваш взгляд, как... Я не думаю, что Латвия совершила что-то... Вернее, тут думать нечего. Ничего выдающегося Латвия, конечно, не совершила. В седле удержалось наше правительство, потому что говорить о стране, ну, не вы, не я, никаким боком не отвечаем за результаты председательства Латвии. Я думаю, вы согласны. Наши радиослушатели тоже нет. Свершений нет, неудач крупных, катастрофических тоже нет. И вот сейчас будет очень важно, удастся ли, что очень трудно. Поверьте, я прекрасно знаю, что на самом деле влияние Латвии, простите, в Европейском Союзе пропорционально ВВП Латвии. В ВВП Латвии... Но там всего 8, если не ошибаюсь, депутатов. То есть, соответственно, влияние можно... Не в депутатах дело, не в депутатах дело. Представите, это небольшое. Вадим, нет, нет, это вообще нет речи, потому что, понимаете, вот Татьяна Жданов, член четвертой по влиятельности, так называемой группы Европарламента, зеленые европейские свободные альянсы. Она четвертая по влиятельности. Но я напоминаю, мы в 2012 году завалили уже подписанные 28 правительствами, 28 стран мира, инициированные Соединенными Штатами и поддержанные американскими корпорациями, Microsoft, Yahoo, Amazon.com, там и бог знает что. Google всеми акта, Anti-Counter-Treatic Agreement, который предусматривал в случае утверждения Европарламентом тотальный контроль. Вот нашего текущего трафика, вашего трафика. Но это авторские... Носители под видом контроля за нарушением возможным авторских прав водилась тотальная цензура. То есть к вам любому радиослушаю и к вам тоже ночью могли постучать полиция не с ордером прокурора на обыск, а по заявлению правообладателя, не автора, понимаете разницу, а корпорации, имеющие авторские права на тот или иной фильм, который имела бы право обратиться в национальные органы правоохраны, с заявлением. Мы подозреваем, что, простите, можно такое принятие? Вадим Родионов сейчас скачивает с какого-то торрента не авторизованную пиратскую версию. Сейчас эти рижане уже жалуются, приходят такие письма. Если с торрента, то интернет-провайдерам отправляют уже жалобы со стороны правообладателей. Они, соответственно, переправляют жителей. Это жалобы. А там вам тук-тук в двери. Три часа ночи. Давайте все-таки вернемся к вопросу повлиятия. Тем не менее, мы это завалили. Но это не Латвия завалила, не Венгрия. Понимаете, это совершенно другой расклад. В Европарламенте есть фракции, которые объединяют депутатов, политические силы, представители партии, которые имеют близкие взгляды. То есть надо забыть, на самом деле, это миф, что там вот существует, там отдельно какая-то страна Латвии, мы один из регионов Евросоюза и не даром. Чем больше людей, которые представляют, в том числе избранные от Латвии, то есть, например, в Германии, сколько мандатов в Германии в Европе? Ну, было за сто, я последний, даже уже, да. Ну, согласитесь, что они, наверное, более... Не всегда консолидировали. Нет. Они не всегда консолидировали. Подожди, они не представляют Германию, еще раз повторяю. Но они могут, каждый из этих депутатов может лоббировать интересы своих германских, немецких избирателей. Так, как они их поднимают. И сейчас, например, зеленые. У нас все, после последних выборов, члены нашей фракции, это депутаты от Германии. Понимаете, они подписались под нами инициированным документом, направленным против политики канцлера Меркель, Пуша ХДС и зеленые. Хорошо, но если Латвия настолько невлиятельная, зачем проводить акции протеста, митинги напротив библиотеки в Латвии, чтобы достучаться до мировой прессы? Нет, проводить их у Сейма совершенно бессмысленно. Я еще раз повторяю, мы проводим, неважно где. Мы проводили, например, митинг в Брюсселе, первый, после переизбрания Татьяны Жданок, еще во второй срок. Это имело воздействие, это мой слоган конкретно, да, save people, not banks, спасайте людей, они банки. Через 4 часа председатель Европейской комиссии и комиссар Хоакин Альмуни были в Европарламенте после этой акции, потому что это Брюссель. Хорошо, а чего вы ждете после вашей акции около национальной библиотеки? Что, военные действия закончатся на Украине или чего? Мы ничего не ждем. Это, простите, наивняк такое слово, ждать чего-то. Мы действуем, и это, повторяю, уникальная возможность для режимов. Мы надеемся, скажем так, и мы рассчитываем на то, что все усилия радиообъявления в прессе, в интернет, организационные усилия дадут какое-то подтверждение того, что не только Юрий Петропавловский, Жданок и члены партии «Русский союз Латвии» не разделяют, скажем, конфронтационную стратегию отношений. Ну, хорошо, узнают журналисты о том, что вы не разделяете эту стратегию. Режане. Важно, режане будут или нет. Хорошо, режане, а потом журналисты. Они узнают о том, что кто-то не разделяет эту стратегию. Дальше что? Дальше то, что мы, опираясь на это, если оно состоится, подчеркиваю, я не берусь судить, вот послезавтра увидим. Воспользуются режане этой возможности? Вы рассчитываете, что придет? Ну, минимум 100 будет просто потому, что это те, кто уже намерен там быть. А все остальное зависит от того, насколько режане готовы жить, как и европейцы. Понимаете, я напоминаю, что когда на 0,2% повышается какой-нибудь подоходный налог или НДС во Франции, на улицы выходят миллионы и сотни тысяч. У нас, простите, люди живут, ожидая, что их кто-то осчастливит. Или Путин из России, или их Обама осчастливит, или Петропавловский их осчастливит. Понимаете, европейцам, чтобы быть, нужно иметь чувство собственного достоинства и осчастливливать себя самим по возможности. Вот объясните, каким образом, к примеру, высказывание своей позиции против конфронтации между Европой и Россией, каким образом это может осчастливить режим? Вы знаете, если они не хотят доиграться действительно и дождаться в ожидании, когда их кто-то другой осчастливит, то совершенно не шучу. В соответствии с этой стратегией глобального удара, напоминаю, к 2020 году по пемиументру России должно быть размещено, уже была первая цифра от 6 до 7 тысяч, это официальные данные администрации Соединенных Штатов, утвержденные Конгрессом. Напоминаю, это не кто-то в книжке написал, пусть трижды профессор. Это программа действий. Теперь уже до 8 тысяч крылатых рагет-класса «Тамагав», неядерных. Там могу объяснить, почему неядерных, это обход возможного ядерного конфликта с Россией, потому что в этом конфликте гибнут все. Это известно, потому что у России сегодня даже на одну боеголовку больше, чем у Соединенных Штатов. 1556 у Соединенных Штатов, позавчера было 1555. Это вопрос снятия постановки на дежурство. Надежда на то, что массированный удар в течение 45 минут до часа ликвидирует все пункты обороны управления командной России. Понимаете, что это значит? То есть, если не сказать, что мы против, то у нас разместят ракеты. Да. И ответом, понимаете, в чем? Игра Германии и Голландии заключается в очень простой вещи. В случае такого столкновения, чтобы не рассказывали, простите, в полковничьих и генеральских чинах доктора военных наук российских, я прекрасно знаю, что Россия не располагает чисто арифметически по эквивалентным количествам неядерных вооружений, чтобы нанести, скажем, ответ на встречный так называемый удар. Но она располагает ядерными вооружениями, в соответствии с утвержденной в ответ на стратегию глобального быстрого удара военной доктрины России, утвержденной перед Новым годом. Напоминаю, Россия наносит ответ на встречный ядерный удар, как минимум, тактическим оружием, в случае, если ее существование, как государство, как страна, она вечно будет существовать. Седьмая часть, седьмая сейчас без Казахстана, часть суши, без Украины, но как государство, ответ будет ядерным. Интерес стран Западной Европы в том, чтобы это у нас здесь стояли томагавки, понимаете, а удар будет наноситься по нам с вами, а не по ним. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Да, здравствуйте. У меня вот маленькое не замечание, а может быть пожелание к ведущему мужчине. Вот слушаешь, смотришь русские новости, всегда все хорошо, Россия молодцы, и все прекрасно. Слушаешь вас, извините, конечно, 10 минут последний этого включил. Вот, Латвия опозорилась. Вот лично к вам вопрос. Вы можете что-нибудь хорошее сказать про Латвию? Спасибо. Насчет Латвия опозорилась. Я, кажется, зачитал это в сообщение, и я могу повторить. Андрей Мамейкин, депутат Европарламента, на своей странице в Facebook написал о том, что Латвия опозорилась, потому что отказалась принять участие в дебатах по поводу премьер-министра Венгрии. Это не мое мнение, это цитата, которую я, кстати, попросил прокомментировать. Вы знаете, я думаю, что у нас очень много новостей, которые касаются в том числе достижений нашей страны и того, чем она может гордиться, и страны, и отдельных политиков, и общества, и некоторых бизнесменов, и так далее, и так далее. Кстати, если можно, то ни один из трех здесь присутствующих вообще-то не поддержал позицию Андрея Мамыкина. Потому что Андрей Мамыкин хоть и латвиец, но он имеет свое собственное мнение. И он, кстати, озвучивал его в эфире нашей радиостанции по телефону. Давайте еще звонок примем, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Также видеочат у нас работает, звоните и пишите. А пока вы не звоните, хорошо, вернемся все-таки к завтрашнему мероприятию. Шума, усиливающая, звука, простите, усиливающая аппаратура. Что будут усилители, мегафоны, что вообще планируется, какие-то креативные идеи тоже реализованы. Вот завтра в 12 я приглашен в полицию безопасности на этот предмет, потому что, как ни смешно, это не Государственная полиция, не Ереческая дума, а именно полиция безопасности, как мне сообщили. Не, ну она так бы, естественно, курирует особые меры безопасности. Вон на конференции 43-го года в Тегеране фотоаппараты у фотокоров проверялись, знаменитые Черчилль, Сталин, Рузвельт, потому что действительно фотоаппарат с телеобъективом можно засунуть на устрелялку. Довольно хороший. Коротко говоря, если завтра мы все получим согласие полиции безопасности, это будет аппаратура, которая, ну никак не пробьет, я повторяю, вероятно бронированные, в любом случае двойные стеклопакеты. Но тем, кто будет у Европарламента, будет слышно хорошо. Это два по 100, это автономная аппаратура Ibiza Sound, которую любезно предоставляет известный человек, Иосиф Корин, это его звуковая аппаратура, которая постоянно используется на наших акциях. — Ну какие-то театрализованные элементы планируется использовать, или это будет просто митинг? — Ну вы знаете... — Транспаранты, возможно, какие-то флешмобы и так далее. — Транспаранты, естественно, флешмобы нет, потому что я вам скажу, в чем причина, почему нет смысла. Дело в том, что те, кто правит сегодня Европой, и те, кто будет завтра, послезавтра, простите, завтра у них будет первый ужин перед саммитом, послезавтра у них будет, собственно, саммит. Я их неплохо знаю, хотя бы потому, что это поколение моих ровесников практически. Поэтому май 68-го года, это мое детство, для этого их юность, красный май, который чуть не сверг генерала Дегуля, которого спасло обращение, вернее, настоятельный совет советского посла, генеральному секретарю французской коммунитической партии Жоржу Марше, не участвовать ни под каким предлогом в свяжении нашего союзника и друга. Позиция СССР. Так вот, до последних выборов сопредседателя нашей фракции в Европарламенте коллегой Татьяны Жданок был Даниэль Конбедит, как мы его зовем, красный Даня Коньбандит. Знаете, такого героя, да? Это человек, которого выслали за попытку свержения президента Дегуля, вождя лидера лица Красного Мая, а человеком, который сейчас противодействовал всеми силами Южному потоку Российскому, был консультантом по общественным и правительственным отношениям проекта Набука, конкурирующего с Южным потоком, проиграл пока эту схватку. Коллега Падлен Олбретт, его зовут Йошка Фишер. Йозеф Фишер, он предпочитает Йошка. Бывший министр иностранных дел. Бывший министр иностранных дел, бывший вице-канцлер, бывший активист движения «Борьбы за мир», 30 раз задерживавшийся полиции за применение коктейля «Молотов» в борьбе за мир в боях с полицией. То есть их, поверьте, перформансами не напугаешь. Поэтому нет смысла. Причем-то не в том, чтобы напугать, возможно, цель. А цель, чтобы обратить на себя внимание, банальный митинг с транспарантами и даже звукоусилюющей аппаратурой, ну, это не оригинально, по крайней мере. Знаете, вот оригинально было, когда мы осенью позапрошлого года, или, да, позапрошлого, выходим из Европарламента, с Европейского русского форума по нравственным ценностям. Заходили, было стихо спокойно. Выходим, под ногами все белое, все капает, полицейские тоже белые, течет, пахнет создачевым газом, дымом раздаются бабахи. Это была акция протеста фермера. И нас выводят такой тропой через кордон. Это оригинально, согласитесь. Пока я потом посмотрел кадры, пока мы рассуждали о моральных ценностях на пятом этаже, внизу две тысячи фермеров включили бронспойты и залили полицейских, Европарламент, молоком. И обратили на себя внимание всему миру. Дело в том, что в Брюсселе, если вы хотите провести пикет и выразить свои мнения, пожалуйста, вы заявляете, приходите и выражайте на здоровье. Но фермерам на пять лет союзу фермеров закрыто, запрещены любые акции в Брюсселе, потому что поливание молоком улиц без уборки и использование камер от тракторов, бросаемых в костры с таким звуком. Это нарушение законодательства. Нет, то есть оно даже не нарушение, оно как бы нежелательное поведение. Поэтому, Вадим, еще раз, этих людей вы даже коктейлем молотого не напугаете, поэтому обращение строго рационально-эмоциональное. Господа, есть проблема, не все готовы идти в ногу. За нами, извините, протестанты в Германии, в Каталонии, во Франции. Мы часть мозаики, понимаете, но Рига просто точка. Ну не той, да, теперь, знаете, слово «голубую рубашку не оденешь», радужный флаг вообще-то это флаг движения за мир. Европравит у нас. Да, теперь надо думать над каждым словом. Мы часть картины, хотите пазла, да, европейская, мы участники европейской политики. Но Рига сегодня – это точка, в которой сойдется послезавтра европейская политика. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Такой вопрос. Почему латвийские суды русских за комментарии осуждают, а латышей оправдывают? У меня есть факты. Спасибо. Ну, для того, чтобы это утверждать, необходимо провести тщательное и скрупулезное расследование. Дело в том, что это, скажем так, на моем опыте, мое дело об отказе в 2004 году правительству, мне как фронтмену, назовем это так, и одному из лидеров штаба защиты, или спикеру еще. Я попрошу вас очень коротко ответить. Да, в связи с русских школ ни один суд в Латвии вообще не рассматривал, вообще ни один, да. Все остальные суды по акциям я выиграл я, а не правительство. Их у меня было три. Выигрывал я во второй инстанции. Поэтому на моем опыте я этого утверждать не могу. Если есть противоположные подтверждения противоположного, это можно обсудить. Но я не думаю, что это тема нашей сегодняшней программы. По-моему, у нас довольно мало времени осталось. Время у нас закончилось. Юрий Петропавловский был гостем программы «Вопрос с пристрастием сегодня». Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам и спасибо всем, кто слушал нас. И надеюсь, что люди все-таки воспользуются этой уникальной возможностью. Оксана Антоненко провела эфир. И Вадим Родионов. Помогал он, звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания. До свидания.